Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei, урок номер 137. Мы продолжаем с вами изучать компонент Drop Editor, редактор для вашего сайта на Joomla. В этом уроке я хочу вам показать стили для какого-то вашего текста, то есть чтобы вы могли как-то обозначать абзацы там или заголовки внутри статьи. Они у нас находятся вот здесь вот они так и называются стиле то есть изначально у нас есть несколько вариантов помимо цветных блоков у нас есть вот ниже всевозможные блоки с отступами то есть если мы выберем начнем что-то писать то вот здесь вот у нас идет сразу отступ справа за текстом идет такая едва серая подложка и давайте попробуем поставить какой-то цветной блок например я выбираю красный если сейчас я сохранюсь то мы на сайте ничего не увидим обязательно нужно чтобы был какой-то текст в этой подложке пишу демо нажимаю сохранить если мы зайдем в источник у нас видите здесь не прописывается цвет никаких размеров отступов у нас здесь подставляется просто класс значит скорее всего это просто элемент шорткода и давайте посмотрим на сайте обновим страницу вот текст демо и вот он помещен красным и конечно же на сайте можно сделать несколько таких элементов если я просто нажму enter отступ с новой строки посмотрим здесь у нас ведь идет просто дублирование то есть это нам не подходит то есть как нам ниже написать вот у меня горит пунктир это больше подойдет для новичков то есть мы пометили заголовок а ниже как написать текст вы кликайте по источнику здесь просто нажимаете enter поставьте просто единицу пометка вот она здесь есть теперь вы здесь можете ее удалить и написать какой-то текст здесь вы ставите enter например опять идет какой-то заголовок например голубой там пишите демо 2 и так далее на сайте давайте посмотрим вот у нас в принципе здесь все получается и в коде здесь элемент текста да и дальше опять класс идет и название класса blue message ну что делать если здесь не хватает цветов вам нужно какие-то другие цвета их можно поменять или добавить новый но с этим drop editor не совсем все гладко возможно это связано как-то с кэшем возможно позже появится то есть у меня не получилось добавить новые сюда вариант хотя у них это предполагает но мы можем изменить существующие вот например сейчас вы видите есть черный цвет на самом деле он был коричневый я его поменял на черный как поменять вот эти стили то есть заготовки чтобы они уже были готовы вот здесь в списке вот эти цветные блоки здесь мы нажимаем закрыть на странице переходим компоненты drop editor дальше мы кликаем вот здесь вот кастом ставил на ссылку и переходим настраиваем и стили это происходит все здесь то есть изначально вы можете кликнуть прямо вот по названием этих стилей и видеть вся конструкция кода находится здесь и справа вот здесь мы видим пример и ниже вот видите демо это мною добавленный новый стиль если я сюда кликнул вот он синий есть но он почему-то у меня не добавился возможно у вас это добавится то есть у вас получится это сделать если у вас получится здесь вставить новый стиль напишите мне пожалуйста в комментариях что у вас заработал для меня это будет полезная информация то есть я так и не разобрался почему не добавляется новый стиль я сомневаюсь что это баг возможно у меня идет какой-то конфликт именно на этом сайте как я его отсюда удалю кстати вот наводя мышь на каждый блок до рядом появляется корзинку удалить а дальше это дублировать и карандашик редактирования то сейчас я просто кликаю на корзинку удаляю свой фреймворк давайте попробуем что-нибудь продублировать например я беру вот грей месседж черный да и напротив нажму на такие две иконочки чтобы был дубликат от грима сейчас 11 кликаем по нему он тоже черный то есть грей месседж то есть у вас он будет коричневый меня он черный я его цвет поменял так и здесь я например назову его просто грей месседж 2 здесь принципе можно менять название кликнув на карандашик поменять здесь только помните русские слова здесь не прокатит то есть написать по-английски здесь помимо цвета вы можете даже менять размеры вот фон сайт размер то есть можно просто поменять паддинг например сделаем 30 проверим чтобы применились данные настройки просто в пустом месте где-то вот здесь мышкой кликните у нас это сама сохраняется вот здесь помечено все изменения сохранены и здесь справа мы видим как это будет выглядеть то есть он вот так у вас всегда и будет вот таким если вы здесь это зададите ну и соответственно цвет я использую бесплатную программу пипетка ее можно скачать в интернете по подбору кода цвета я просто например возьму вот этот синий цвет шапка админки joomla да такой синий кликаю по цвету я получаю код данного цвета в от данной программе и меняется это вот здесь аккуратненько удаляем цвет то есть код цвета оставляя решетку и точку запятой ставлю данный код цвета в пустом месте где-нибудь в области здесь мышкой кликаю видно здесь справа цвет поменялся запоминаем класс метки называется вот так все у нас принципе это должно сохраниться по идее мы переходим обратно в менеджер материалов здесь я все удаляю все что у меня было захожу в стиле вот видите как о чем я говорил то есть здесь не появляется можно нажать сочетание клавиш control плюс f5 то есть на главной странице это работает если применение не сохранились но здесь в админке это сделать не получилось вот вы видите у меня почему-то новый стиль не появился в любом случае у меня получилось поменять существующий фреймворк вам достаточно лишь будет просто давайте зайдем сам компонент drop editor еще раз уточню то есть вы берете какой-то цвет здесь который существует просто вот здесь отменяете цвет на тот который вам нужен сохраняйтесь идете в админку возможно он сразу не появится не надо его отсюда сразу удалять попробуйте в админке нажать control плюс f5 он у вас должен появиться потому что вот у меня он появился я у меня был серый цвет из готовых фреймворков да и вот вы сами можете видеть здесь есть черный цвет вот он в админке control плюс f5 если здесь он появится его выбираете не просто обновляете главную страницу а также control плюс f5 и должно все сработать и на самом деле ребят все работает нужно почистить полностью куки браузера я зашел в другого браузера сейчас с браузера chrome и нужно нажать сочетание клавиши control shift дэвид на клавиатуре появится такое окно нажимаете очистить историю обратите внимание вот мы с вами делали синий блок вот он добавился уже он уже есть и здесь он будет в самом низу то есть вот смотрите прокручиваем и вот он видите синий блок то есть у нас все работает сейчас вам прям еще раз покажу вот я по нему клику все он у нас готов так что на самом деле все работает надеюсь у вас все получится надеюсь урок для вас был полезным если это так поддержите меня пожалуйста лайком подписывайтесь на мою группу в контакте ссылка будет в описании и подписывайтесь на мой канал ютюбе чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь